Следующий доклад у нас от сотрудников ФИСФАКа МГУ «Фундаментальные свойства и применение автоэлектронной эмиссии из материалов на основе графена» Сан-Николаевич, пожалуйста Спасибо за представление и спасибо организаторам за приглашение на эту замечательную конференцию за возможность подискутировать, обсудить такие горячие темы, как графен В моей работе я постараюсь отразить свое представление о взаимосвязи фундаментальных свойств явления полевой эмиссии и материалов, которые мы называем графеноподобными материалами своих свойств, структурных, электронных свойств вот эта взаимосвязь и их влияние на возможность практического применения полевой эмиссии из графеноподобных материалов Причем под графеноподобными материалами я буду подразумевать, как уже почти все здесь подразумевают в аудитории целую совокупность материалов, начиная от обычного графита, включая углеродные нанотрубки и все другие материалы, в основе которых, в структурной основе лежат атомные слои графена То есть это не просто один изолированный графен, а целая совокупность материалов Здесь содержание моего доклада, который будет практически представлять собой обзор наших работ Причем в первой половине доклада это будут работы достаточно уже старые, поэтому я буду быстро поймать А вот последние два вопроса будут касаться относительно свежих работ, я остановлюсь на них подробнее Явление полевой эмиссии, надо сказать сначала, Александр Валентинович очень удобно для меня ввел его, напомнил, что это такое Явление полевой эмиссии относится к одному из самых классических квантово-механических эффектов, которые изучаются во всех практически физических высших учебных заведениях И является одной из основ квантовой механики вообще, подтверждает квантово-механическую природу физики Возможность рассматривать физику в рамках квантовой механики И к явлению полевой эмиссии издавна, в момент его открытия, было открыто в 19 веке явление полевой эмиссии Привлекалось огромное внимание с точки зрения практической возможности его использования Потому что из квантово-механической теории следует очень важный вывод, что полевая эмиссия потенциально может обеспечить огромные токи электронного кучка И казалось бы, такая потенциальная возможность обеспечивает различные практические применения Но несмотря на то, что этот вывод был сделан практически в 19 веке, до сих пор реальное применение полевой эмиссии ограничено несколькими конкретными случаями В которых она может реально применяться, но потенциал ее до сих пор не реализован И, видимо, на это есть фундаментальное ограничение Я об этом больше говорить не буду, только скажу, что надежды были большие, но реальность оказалась существенно скромнее В принципе, мы все знаем, что и надежды на графен тоже очень огромные, но жизнь все эти надежды ограничивает какими-то конкретными рамками Почему графеноподобные материалы вызывают интерес с точки зрения применения в полевой эмиссии? Потому что главный суд полевой эмиссии состоит в том, что при приложении огромного увеличения электрического поля Электроны отрываются от вещества и из него улетают И в связи с большой величиной этого электрического поля вещество подвергается огромным механическим нагрузкам И поэтому очень важно, чтобы международные связи вещества были максимально большими для того, чтобы превратить разрушение вещества И с этой точки зрения все графеноподобные материалы обладают вот этим необходимым свойством Потому что они имеют рекордные межатомные связи Именно по этой причине все графеноподобные материалы, включая обличные графиты, давно уже привлекли внимание как потенциальный материал для изготовления автокатродов И экспериментальные работы по такому использованию графитных материалов начались с 50-60-х годов прошлого века И было изготовлено много различных автокатродов на основе графитов различных форм Ну вот для того, чтобы проиллюстрировать этот факт, я привожу здесь фотографии эксперимента, которые поставлены в нашей лаборатории Где в качестве автокатрода используется обычный грифель карандаша Карандаш източили, поставили в вакуумную камеру, приложили к нему разы потенциалов и наблюдали прекрасную эмиссию По своим характеристикам эта эмиссия была замечательная Она обеспечивает большие токи при относительно умеренных напряженностях технического поля Здесь показана фотография кончика заострения этого карандаша Но что является недостатком такого катода? Эмиссия оказывается нестабильна во времени Вот эти пятна эмиссионные, которые мы наблюдаем на люминесцентном экране Они перемещаются по экрану и ток тоже подвергается достаточно зашумленности Вывод, который можно сделать, это что автокатод может быть применен, если эта нестабильность не влияет на функциональные характеристики прибора Или устройства, которыми автокатод используется Но таких катодов и таких приборов относительно малое количество и поэтому это ограничивает применение Как только были открыты различные наноструктурированные формы углеродных графитов и материалов Они немедленно привлекли внимание с точки зрения их использования в автокатодах По той причине, что они обладают большим аспектом отношений То есть сохраняя большую межатомную связь, силу межатомной связи То есть высокую потенциальную механическую стабильность под действием электрического поля Они дополнительно к этой межатомной связи приобретают еще и большое аспектное отношение И при этом потенциально они могут быть локализованы в заданных точках пространства По этой причине, как только нанотрубки были введены в оборот научный То немедленно начались эксперименты с нанотрубками Точно так же из графена, как только он был введен, то по очевидным причинам Эти очевидные причины заключаются в том, что эти материалы имеют большое аспектное отношение и большую межатомную связь Ну и вот два примера первых работ, в которых были проведены исследования эмиссионных свойств надруб В работе, которая была опубликована в Science, экспериментально была измерена эмиссия из нанотрубок уединенных Но физические выводы, которые были сделаны из этой работы, вообще говоря абсурдны Один из выводов, они предложили альтернативное объяснение наблюдаемых эффектов Одна альтернатива, понижение работы выходом до физически абсурдно малого значения А второе объяснение заключалось в том, что атомы углерода из нанотрубки выстраиваются в цепочку атомную И благодаря этому аспектное отношение еще больше усиливается, достигает каких-то миллионов, миллиардов раз И в результате такого усиления аспектного отношения электрическое поле на поверхности вот этого крайнего атома увеличивается чудесным образом и наблюдается эмиссия В реальности, сейчас совершенно очевидно, что просто была неправильная интерпретация экспериментальных данных Ну, просто соотношение тока было неправильно померяно с эмиссионной площадью Ну, я должен сказать, что вот еще практически в то же самое время появилась работа Чензатонского с коллегами Где тоже наблюдалась эмиссия из структур, которые были названы углеродными нанотрубками Но эта работа тоже была предварительной, она, к сожалению, не получила такого систематического развития И поэтому, значит, ну вот, трудно сказать, что реально люди наблюдали и какие реально выводы могли бы сделать Но то, что вот впереди планеты всей мы идем по-прежнему, это было подтверждено В чем заключается вот проблема с точки зрения полевой эмиссии для таких нанообъектов? Вообще говоря, она едина для всех нанообъектов, не только углеродного характера, но для всех вообще И, значит, микроэлектроника достигла больших успехов в изготовлении эмиссионных материалов из других материалов Вот используя микроэлектронные технологии Для снижения величины напряжения, которое практически используется для получения эмиссии Как правило, эмитра продается острийная форма для того, чтобы получить элитистатическую фокусировку электрического поля А вот уравнение Фаульнардхема, которое описывает эмиссию, значит, вот оно здесь представлено Оно в теории получено для, так сказать, в модели для полубесконечного материала, то есть для плоскости, для плоской поверхности И в этом уравнении Фаульнардхема входит такой основной параметр, как работа выхода Который характеризует твердое тело и физический смысл работы выхода Это некий коллективный эффект, когда из бесконечно большого куска твердого тела вырывается один электрон Когда мы приходим к эмиттерам малой формы, особенно наноэмиттерам, смысл работы выхода радикальным образом изменяется И нам это нужно учитывать Но до тех пор, пока еще объекты остаются микрообъектами, даже и здесь уже возникают проблемы Мы должны вот такую формулу Фаульнардхема перейти к формуле, в которой мы вместо электрического поля сюда поставим какое-то другое значение Которое будет обозначать не локальное электрическое поле, а будет включать в себя приложенное напряжение Значит, если вот у нас эмиттер помещен между двумя электродами, между которыми приложено напряжение V и расстояние между электродами H То, значит, для того, чтобы охватизовать локальное значение электрического поля, мы можем ввести поле усредненное Которое является полем между двумя плоскими пластинами и конденсаторами И тогда соотношение между локальным и усредненным полем будет, можно назвать, коэффициентом усиления электрического поля Которое показывает величину усиления поля на поверхности вот такого заострения И после этих манипуляций мы можем вот эту плотность тока, которая была обозначена здесь Которая была рассчитана Фауэльна Рудхеймом, можем заменить на плотность только тоже усредненную Ж большое, где уже появится у нас кроме работы выхода еще один параметр, коэффициент усиления поля Значит, вот этот коэффициент усиления поля, он существенно зависит от геометрии объекта Ну, геометрия может быть очень хорошей, но с практической точки зрения, чем меньше у нас острие, тем, так сказать, проще получить эмиссию Но одновременно, чем меньше острие, тем он и не значим для практики, потому что величина тока будет уменьшаться Для того, чтобы увеличить общую величину тока, делают не одно острие, а несколько Ну, я должен ускориться Значит, можно, вот Александр Валентинович хорошо показал, можно достаточно просто посчитать, что если острия становятся слишком близко, они мешают друг другу усиливать электрическое поле Их нужно раздвигать В принципе, неважно, можно делать остриенные структуры, а можно делать лезвенные, как показано здесь И для тех, как для других, и для лезвенных, и для остриенных, можно посчитать зависимость вот этого коэффициент усиления поля от расстояния между ними, от геометрических размеров Если эти расчеты произвести для двух типов эмиттеров, то после таких расчетов, я это проскакиваю, потому что это опубликовано, и это, в общем, такая достаточно классика, понятно все То можно найти оптимальное расстояние в зависимости от высоты острии Вот для острии таким оптимальным расстоянием, при котором нет экранировки взаимной острии, оказывается величина равная примерно двум высотам То есть острия должны стоять друг от друга на расстоянии, превышающих две их высоты Для лезвийных структур это оптимальное расстояние примерно пять высот Но в реальности, если посмотреть, если рассчитать электростатику и сравнить эмиссию от лезвия и от острия, то кажется, что разницы практически нет, потому что электрическое поле и ток будут на лезвенной структуре всегда стягиваться на углы А раз они стягиваются на углы, то площадь эмиссионная будет примерно сопоставима с площадью острия Это значит, что аспектное отношение для лезвия будет примерно таком же, как и для острия А раз оно такое же, то эта разница между лезвием и острием исчезает И главная разница, с точки зрения практической, будет заключаться в том, насколько стойкий эмиттер Поскольку эмиссионный ток достаточно большой, то этот эмиссионный ток должен быть пропущен сквозь тело эмиттера Если этот эмиттер полый, как, например, нанотрубка, то у него площадь утвержденного освещения будет, ясно, что меньше По сравнению со сплошным проводником, цилиндрическим, как здесь нарисовано Но еще лучше ситуация будет, если острие имеет лезвенную структуру, тогда внутренний ток будет растекаться по большей площади И эмиттер становится более стойким, потому что тепловыделение определяется сопротивлением и, соответственно, соотношением площадей И, таким образом, главная проблема, с точки зрения практической, будет заключаться только в том, как обеспечить подвод этого тока, то есть как обеспечить задний контакт Ну, вот в нашей лаборатории в качестве таких эмиттеров были предложены материалы, были разработаны материалы, которые мы в тот момент назвали нанографитные материалы Которые поставляют собой пленки, обычные среди методом, на кремниевых подложках И эти пленки поставляют собой тонкие кристаллики графита нанометровой толщины То есть это не графен, а графит, который состоит, ну, толщина его изменяется от единиц до десятков нанометров Состоит из нескольких атомных слоев Значит, эти пластинки имеют преимущественную ориентацию перпендикулярной поверхности подложки И в силу своих геометрических размеров имеют высокое аспектное отношение При этом они состоят из графитоподобного материала, то есть имеют сильную нанжатомную связь Значит, для таких материалов были получены довольно высокие токи Но, тем не менее, предельный ток для таких материалов, так же, как и для любых других многоэмиттерных структур, независим от материала Определяется, значит, во-первых, он определяется, конечно, уравнением Фауэль-Архейма Который предсказывает, что плотность эмиссионного тока может достигать огромных величин Но, во-вторых, ток с многоэмиттерного катода определяется соотношением эмиссионной площади и общей площади катода Эмиссионная площадь, по определению, должна быть маленькой, чтобы обеспечить большое аспектное отношение И вот это ограничение приводит к тому, что реальный ток от многоэмиттерного катода Ни в каких случаях не может превышать порядка одного ампера с квадратного сантиметра Это намного-много порядков меньше, чем то, что ожидается из теории для плотности тока по Фауэль-Архейму Но, тем не менее, этот ток продолжает оставаться достаточно большим Один ампер с квадратного сантиметра тоже немало И вот эта картинка иллюстрирует, насколько он велик Если в качестве аноды использовать обычную швейную иглу, стальную То под действием тока, испуская анографитным катодом, такая игла легко нагревается до состояния плавления И не плавится, не вызывает проблем расплавить и уничтожить металлическую стальную иглу Такие катоды практически получили возможность использования в разнообразных приборах Некоторое описание таких возможностей представлено в этих журналах Я не буду останавливаться Но, тем не менее, с фундаментальной точки зрения остается неясная проблема Как такие катоды работают? Если они представляют собой графитные кристаллики, состоящие из нескольких атомных слоев графена То под действием приложенного сильного электрического поля, эти слои должны расщепляться графеновые И материал должен разрушаться не из-за того, что атомы отрываются от одного графена А из-за того, что слои расщепляются Вот для того, чтобы найти ответ на этот вопрос Почему все-таки такой катод работает Мы воспользовались результатами, изложенными в статье 1994 года, опубликованной в Мэйче Хьюри и Эбисон В этой работе авторы исследовали электронную структуру изогнутого листа графена Изгибы такие они достигали путем скобления пирографита зондом атомного микроскопа Они зондом скоблили по поверхности, отщепляли один атомный слой, загибали его И наблюдали такую специфическую гофировку на поверхности вот этого изгиба А потом в результате расчета показали, что в том месте, где происходит изгиб Из-за изменения направлений межатомных связей, из-за изменения структуры Атомы изменяют свои электронные свойства Их координация изменяется от SP2 гибридизации до SP3 гибридизации И с точки зрения электронных свойств они становятся, эти атомы, более похожи на алмаз Но я должен заметить, что в 1996 году еще понятия графен не было Поэтому авторы использовали понятие синглографен вшит для того, чтобы писать, что они изучали Используя эту идею, мы предложили модель, которая объясняет повышенную стабильность этих нанографитных эмиттеров И эта модель заключалась в том, что атомные слои на поверхности такого эмиттера изогнуты И вот этот изгиб обеспечивает связь между отдельными слоями и их стабилизацию Одновременно с этим изгибом возникает на изогнутых атомных слоях изменение электронных структур вещества И те же самые углеродные атомы становятся более похожи на алмазные, чем на графитные Такое изменение приводит к формированию двойного потенциального барьера вместо одинарного И двойной потенциальный барьер дополнительно способствует облегчению миссии электронов в некоторой степени Но вот этот вывод был сделан на основании косвенных данных Это была такая идея, которая подвергалась некоторой критике со стороны коллег И мы старались ее каким-то образом подтвердить Одно из подтверждений было получено совместно с коллегами из Новосибирска Изложено вот в этой статье В которой было проведено исследование фотоэлектронных эмиссионных свойств таких материалов И в ходе этих исследований было обнаружено, что в фотоэмиссионных спектрах Обнаруживаются некоторые черты, которые можно приписать Наличию кластеров с видоизмененной электронной структурой Но по определению понятно, что когда вы исследуете усредненно То количество таких кластеров очень мало И поэтому такое видоизменение будет приводиться очень слабо Поэтому эта работа, хотя с нашей точки зрения показывает Подтверждает нашу идею Но это было недостаточно аргументировано Прямой расчет, был приведен также прямой расчет Квантово-механического вероятности туннелирования Через двойной потенциальный барьер Этот расчет изложен в этой публикации И было показано, что эффект улучшения туннельной вероятности Улучшения вероятности туннелирования через двойной потенциальный барьер Достигается при определенной ширине этого барьера И при этом улучшение может достигнуть только тогда Когда внутри барьера находятся дополнительные уровни Обеспечивающие резонансный переход То есть просто наличие двойного потенциального барьера Еще не улучшает картину Нужны некоторые дополнительные факторы Обеспечивающие двойной Обеспечивающий энергетический резонанс Впоследствии нам удалось получить Электронно-микроскопические изображения Кромок наших графитных кристалликов И вот на этих изображениях Достаточно отчетливо видно Что атомные слои действительно изгибаются на поверхности Таких кристалликов Ну вот модельно представлены на этой картинке При этом я должен сказать Что технически получение таких картинок Достаточно сложно Потому что под действием электронного луча Атомы движутся И когда в электронном микроскопе Фиксируете картинку То из-за такого движения картинка замазывается И поэтому нужно принять специальные меры Для того чтобы эту картинку получить Тем не менее таких картинок было получено достаточно много Которые однозначно показывают Что на кромках графитных кристалликов Полученных среди методов Имеет место вот такое специфическое Заворачивание графитных листов И учитывая все эти расчеты Это подтверждает неким образом выводы Следующие эксперименты Ну да, тут я должен сказать Что уже после нас Были опубликованы работы Вот с авторствой с Диссельхаус и с Энда Которые также приводят аналогичные Электронно-микроскопические изображения Графитных материалов На кромках которых Наблюдаются такие изгибы атомных слоев Однако в этом случае Такие графитные материалы Такие изгибы Были получены в результате Севидий метод Как в нашем варианте При осаждении При температуре порядка 1000 градусов Цельсия А после высокотемпературной обработки Вот как вот Диссельхаус При температуре 2800 градусов Цельсия Или с использованием критализаторов В качестве критализатора Использовался бор Как в случае с Энда То есть вот такое наличие Этих закруглений Подтверждаются независимыми Другими исследователями Значит В последующем Мы смогли поставить Эксперимент В котором измерялась энергия Вылетевших электронов Имитирующих электронов Из этого нанографита Эти эмиссионные измерения Проводились в Германии В Упертале Здесь подставлены схемы Установки Которые проводились измерения И вот здесь В увеличенном масштабе Собственно говоря То место Куда помещается Графитный катон Катон помещается Под сетку Напряжение Приклавляется Между сеткой И катодом Электроны Вырываются С катода Проходят Сквозь сетку И дальше Поступает в энергоанализатор И исследуется Их энергетическое распределение В ходе этих измерений Одновременно Измеряется Ток И подтверждается Что он удовлетворяется Отношением Фауэлл-натхемы То есть мы наблюдаем Ток Именно эмиссионный ток И измеряется Энергетический спектр При относительно Невысоких значениях Тока Энергетический спектр Полностью соответствует Предсказаниям теории Которая подразумевает Что эмиссия происходит С уровня вакуума С уровня фермы Что электроны Имитирующие Испускаются С уровня фермы И Тонулирующие Потенциальные барьеры Выходят Наружу Вакуум Однако при увеличении Тока Вот этот вот Пик Который соответствует Эмиссии электронных Токи С одного уровня Распадается На два пика Значит Вот здесь на картинке Эти пики Показаны Получены В результате Измерения При различных Величинах тока Или при различных Величинах напряжения Приложного катода Они показаны Разным цветом И мы видим Что такое расщепление На два пика Оно по мере Увеличения Напряжения Или тока Усугубляется И пики Сдвигаются По энергиям Значит Их положение В зависимости От приложения Приложного напряжения Показано Здесь линейно И вот уже Такую картину Когда у нас Смолюбаются Два пика Можно объяснить Только одним образом Значит Это можно объяснить Только наличием Значит Двойного Потенциального Барьера И Начало Эмиссии Из С внутренних Уровней Лежащих Под уровнем Ферми Причем Эта Эмиссия Из внутренних Уровней Происходит С участием Энергии Расположенных В промежуточном Слое То есть По резонансному Механизму И вот Такие Экстременты Мы считаем Удаются Прилым Подтверждением Нашей модели Которая Полностью Которая была Высказана Более 15 Лет назад И вот Сейчас Она наконец Получила Своё полное Подтверждение Прямое Непосредственное Подтверждение В эксперименте Значит Эти результаты Изложены В работе Опубликованной Вот в этом году Но одновременно По ходу Уточнения Свойств Материала Которые мы Исследуем Обнаруж Ну кстати Да Я должен упомянуть Что вообще Говоря Этот механизм Не является Ну мы Не претендуем На какую-то Сверх Открывательскую Природу Вот нашего Предложения В реальности Аналогичные Многопиковые Энергетические Спектры Обнаружились И в других Системах Например При аккуратном Исследовании Эмиссии Из нанотрубок Выединенных Одностенных Было даже Обнаружено Несколько Пиков Энергетических Спектров И эти пики Очень хорошо Коррелируют Плотность Состояний Таких Нанотрубок Кроме этого Известна Большая серия Работ Выполненных В Уфе В лаборатории Бахтизином Где Издавна Исследовалась Эмиссия Еще до Моего рождения Эмиссия Из углеродных Материалов И в ходе Эмиссии Их исследований Также Была обнаружена Сложная Структура Энергетических Спектров Авторы Тоже Предлагали Некоторые Модели Которые Не полностью Совпадают Нашей Но в принципе Некоторые Корреляции Обнаруживаются Более того Аналогичные Модели Вообще говоря Описаны В старых Учебниках Например В учебнике Добрецова Гамаюнов И по Эмиссионной Электронике Описана Аналогичная Система Когда Эмиссия Осуществляется Из катода Представляющего С собой Тонкую Пленку Германии Населенную На металл И в общем По физике Поведение Это примерно То же самое Что предлагаем Мы для Случая Графитных Материалов Определенное Отличие Того О чем Мы говорим От Того О чем Говорили Другие Авторы Заключается В том Что Углерод Графит Графен Имеет Уникальную Способность Он Не изменяя Химической Природы В одной Тоже Химической Природной Вещества Способен Создавать Гетероструктуру Гетероструктуру Из Условно Говоря Алмаза Нанесенного На графит При этом Границы Перехода Между алмазной Фазой И графитной Может быть Очень тонкой И хорошо Упорядоченной Но тем не менее По электронным Свойствам Это будет Гетероматериал И алмазная Пленка Может иметь Атомарно Малую толщину Что обеспечивает Туннельную Прозрачность Для электронов Ну вот Дальнейшее Уточнение Свойств Нашего материала Показало Что На На графитном Материале На самом деле Присутствует Кроме Графитных Флейков О которых я говорил Еще Острийные Структуры В виде Ну не Углеродных Нанотрубок Трубок А структуры Которые мы называем Нанослитками Это Свернутый Спиралью Графиновый Лист Такие структуры В исходном Состоянии Трудно Наблюдаемы Поскольку Они очень тонкие Но вот После того Как мы Запрылили Пленку У тонких Слоев Оксида Титана Декорация Нанесения Тонкой Пленки Оксида Титана Позволила Достаточно Легко Наблюдать Эти Тонкие Острийные Структуры Оказалось Что Их Довольно Много Несмотря На это Наша Модель Как мы Полагаем Продолжает Работать Поскольку Даже В таких Острийных Структурах Нанотрубках Любой Дефект В графитной Структуре Приводит К возникновению Такой же Гетероструктуры Как Идеальный Изгиб Графеда То есть В обоих Случах Любой Дефект Приводит К возникновению СП3 Координированных Атомов Нурода А значит Локальных Точек В которых Вся эта Модель Оказывается Дееспособной Ну На это Я хотел бы Закончить Здесь Собственно Говоря Изложено Кратко То О чем Я вам Сказал И В завершении Я Еще Немножко Хочу Сказать О том Что Вот Изучение Фундаментальных Свойств Этого Графитного Материала Может Оказаться Полезным Не только Для понимания Электронных Эмиссионных Артистик Но и Других Свойств И других Применений Этих Материалов Вот Эти Работы Которые Я уже Упоминал Для Сильхаус И Энда Они Вообще Горя Посвящены Использованию Графитных Материалов В электрохимии Для Суперконденсаторов Для Батарей Вот В этом Случае Наличие Таких Изогнутых Атомных Слоев Которые Имеют Измененную Электронную А значит И химическую Природу Атомов Углерода На местах Изгиба Оно Играет Важное Значение Собственно В этих Статьях И Обсуждает Важность Наличия Изогнутых Графиновых Слоев Для Электрохимии Мы изучали Другие Свойства Но Фундаментальные Свойства Они важны Для всех Ну и Совсем Для заключения Я хотел бы Поблагодарить Своих Соавторов А также Тех Людей С которыми Мы проводили Измерения Электронной Эмиссии И поблагодарить Тех Кто Нас поддерживал Финансово Спасибо За Мене Спасибо